Я люблю Россию и русскую культуру. Наши великие державы всегда были исторические и культурно-плески. А в сфере текущей геополитической ситуации важность нашего сотрудничества вышла на каждый новый уровень. Я проложу максимум своих усилий, знаний и опыта, чтобы пособствовать дальнейшему улучшению российско-китайских отношений. За 9 лет учебы в России 28-летний Джан Зинвэй успел не только выучить русский язык, но и стать гордостью ЮФУ. Аспирант 2-го курса Института математики, механики и компьютерных наук победил во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» и сегодня делится впечатлениями и успехами с директором Мехмата. Главной целью моего участия в конкурсе «Управленцев лидера России» являются сравнение себя с лучшими управленцами, получением необходимого обода и знания от лучших наставников. Международный трек федерального конкурса собрал порядка 10 тысяч заявок. В финал удалось пройти 70 иностранцам. Все они уже победители, лидеры России, у которых есть желание жить и работать в нашей стране. А для молодого ученого, председателя Центра евразиатского гуманитарного сотрудничества Джан Цинвэя, эта победа – возможность продолжать развивать русско-китайские отношения в образовании. Вот этот свой опыт, как он считает, ну, по крайней мере, мне он об этом регулярно говорит, что мне очень понравилось здесь учиться, я почувствовал, как я вырос, и я хотел, чтобы вот этот опыт учебы в России и личного роста испытали и другие китайские школьники, и вот он активно сейчас помогает Южному федеральному университету набирать китайских школьников, китайских студентов из других вузов на продолжение учебы в Южном федеральном университете. Джан Цинвэй и все, кто сумел добраться до финала, получили колоссальный бонус. Жить и работать в России им станет проще, благодаря праву оформить российское гражданство по упрощенной схеме. А это еще одно доказательство, что Россия – страна возможностей для тех, кто готов ими воспользоваться. Хочу сказать другим людям, которые сейчас в трудной дороге идут, именно не бойтесь, надо двигаться дальше вперед, это все временно, все пройдет, а то, что ждет нас – это победа. Татьяна Цепелева, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский.